друзья всем привет вот в таком необычном месте я сегодня провел ночь там где-то за вот этими холмами уже грузия совсем рядом и здесь есть два перехода один прям совсем рядом буквально 15-20 километров другой нужно чуть проехать и я поеду туда на другой на вале а вот собственно гостиница в которой я ночевал там собака надеюсь она меня не сожрет я вот такие здесь ландшафты но нужно отметить что почва очень хорошая прям черная земля плодородный такой черноземы и здесь кони и пасутся и коровы я сюда уже ночью вчера приехал в общем мне нужно будет час вернуться примерно 20 километров назад на трассу и я поеду через вали потому что здесь который другой пункт рядом я думал через него перейду там не сказали что очень плохая дорога и вообще что-то не соваться и сам кпп тоже так себе не очень поэтому я поеду через звали сегодня сильно упала температура сейчас где-то в районе я не знаю меньше 20 градусов районе 18 очень 50 по фаренгейту и ночью было еще прохладнее плюс ко всему ветер дует хорошо что они включили отопление я не знаю сколько там было человек такое ощущение что я там один в этой во всей гостинице ночевал и в общем по-моему они только для меня включили отопление во всей гостинице не знаю вот здесь еще есть один отель но я тот отель я его как бы нашел посмотрел отзывы и забронировал а так в принципе здесь ну вот всякие разные модели придорожные хватает но просто тот наверное более по по уровню и я только что увидел яму друзья в турции первый раз я не знаю сколько здесь тысяч километров проехал я увидел яму смотровую в которую можно заехать там как-то что-то отремонтировать или еще что-то вот короче говоря ветер очень сильный ветер дует и температура упала где-то наверное на 10 на 15 градусов по сравнению с ланией и здесь уже прям зима зима и я сегодня читал форумы по верхнему ларсу где я должен проехать границу грузии россии там уже говорят бывает снег ночью и у меня летняя резина мне нужно как можно быстрее проехать потому что уже ноябрь на носу сегодня уже 18 октября и короче говоря просто может снег пройти я не хотел бы там встать где-то в завалах или еще где-то либо какие-то цепи искать либо еще что-то и поэтому мне нужно ускориться днем как бы конечно там скорее всего все растает если ну не будет очень много снега ну и для фур по моему закрыли верхний ларс уже уже то есть фуры уже там не могут ездить и я не знаю как зимой зимой скорее всего они тоже там не могут ездить в общем короче говоря доеду все вам покажу вчера ехал ночью по этой дороге очень хорошая дорога прям такая новенькая ровненькая и по-моему справа проходит как раз старая не просто взяли рядом еще одну новую построили потому что вот этой дороге которая справа идет ее на карте у меня нет а а это полоса встречная вроде бы знаки есть надеюсь что я не по встречке еду до знак есть видимо ее просто еще не открыли и когда ее откроют надо когда ее откроют ну вот сейчас я на нее выйду она будет шире да я вчера ехал я вспоминаю в общем в районе где-то 20 километров мне сейчас нужно проехать назад туда на трассу и я вернусь проеду уже туда в сторону вали я мог перейти вот здесь прям совсем рядом был тоже в 20 километрах пункт перехода но в общем там не очень хорошего отзыва вот это вот ландшафт и прям прям казахстанский прям такое ощущение что я еду по казахстану сейчас поднялся значит здесь на перевал 2500 метров возле границы с грузией до границы осталось наверное километров 30 может быть 40 максимум и я уже вижу очень много заснеженных вершин здесь здесь прям очень много все вот эти вершины которые наверное в районе трех трех с половиной тысяч все в снегу и в любой момент может пойти здесь дождь и соответственно этот дождь может превратиться снег и что самое страшное что вот эти все дороги все перевалы они ночью то есть ночью падает температура и здесь отрицательная температура везде если только чуть-чуть был дождь или снег то здесь гололед сразу автоматически будет в турции практически все ездят на летней резине поэтому ни в коем случае друзья никогда не лезьте на перевалы ночью и поэтому собственно и не работает граница ночью кпп вали и вообще нечего делать на дорогах ночью потому что вы не только подвергаете себя опасности вы еще подвергаете опасности других участников дорожного движения и так далее в общем дорога стала здесь чуть повыше но все равно она более-менее такая нормальная но я думаю это уже нас турция готовит грузинским к российским дорогам потому что в большинстве в большей степени там дороги вот такие лучшем случае и что еще нужно отметить что вот вода здесь есть на самом верху но я думаю что вот эта вот дорога она ведет только вот на кпп вали возможно там парочку есть каких-то деревень деревушек селений небольших и все вы главное интересно вот на этих вершинах нет снега а эти прям все в снегу в общем 2500 метров я поднялся сейчас спускаюсь перед самой границей очень много деревьев и листики практически у всех желтые красота прошел я значит границу вали я уже сейчас официально на территории грузии нахожусь и собственно можете видеть как вот здесь живут люди и только что проезжали заправку тоже можно видеть в каком состоянии ну конечно это не популярный пограничный пункт и поэтому здесь дорога такая не широкая ну и в общем короче говоря не было очереди совсем никакой я подъехал первый встал в очередь и прошел турецкую таможню вообще очень быстро и если бы у меня не было у меня там был 5 лир неоплаченный штраф я его хотел вчера оплатить ну и подумал что проскочу в общем и короче говоря даже если 5 лир штраф все равно не выпустят вернее не штрафа там оплата за дорогу и короче говоря я ну во время не оплатил поэтому пришлось просто зайти там они у меня наличными прям приняли никакого чека ничего не дали ну короче говоря все просто как как в турции зашел наличными оплатил все поехал дальше они еще и сдачу дали я им дал 10 лир говорю сдачи не надо они говорят нет возьми должен быть порядок ну и в общем мы если бы не эти 5 лир я бы прошел еще быстрее то есть буквально подаете паспорт он смотрит и тут же ставит печать и короче говоря проезжайте а вот на грузинской таможне там у меня начались вопросы почему ты подстригся я вот так выгляжу сейчас я в алании было жарко я просто взял машинкой подстригся нафиг на лысо чтобы не ходить там по парикмахерам не искать прически себе и короче они говорят почему ты подстригся ты должен выглядеть так же как в паспорте я говорю жарко мне стало захотел подстригся смысле должен я же не изменил там пластическую операцию никакую не сделал ну и в общем они постояли постояли там сфотографировали мой паспорт вот такая вот ситуация на грузии у меня уже второй раз как со стороны россии я заезжал они меня тоже там 333 кабинет или еще куда-то отправили то есть они вот именно вот с пристрастиями вот так вот допрашивают почему-то почему это когда был в грузии почему подстригся куда едешь насколько едешь максимальное количество вопросов ни на одном кпп сколько я проехал их около десяти наверное ни на одном кпп вот таких вот допросов с пристрастиями но не допросов конечно это просто беседы в общем нигде не было то есть вот на грузии и причем это уже второй раз второй раз вот так вот когда со стороны с россии я заезжал было тоже самое ну в итоге конечно же естественно они поставили печать пропустили меня досмотра машины не было то есть он просто попросил багажник открыть и говорит что ты один едешь там кого везешь я говорю никого не везу там может быть максимум таракан это он умер уже от старости ну и в общем нормально я прошел быстро и еще нужно отметить что давали это ближайший здесь населенный пункт по границу у меня работал 4g интернет вода фон турецкий очень хорошо то есть когда вы переедете границу если у вас турецкая симка у вас не пропадет интернет он еще где-то давали будет работать я там еще на заправке поменял деньги остатки турецких лир мне сказали что дальше будет но он говорит там 50 копеек курс ну и в принципе я подумал что там 30 40 долларов там в принципе и разница небольшая там пару долларов разница короче говоря у меня по плану сегодня проехать как можно ближе к верхнему ларсу 325 километров навигация показывает пять часов с половиной я буду проезжать через боржоми и вот до этой трассы и 60 доеду это новый автобан который строят я там уже был ездил то есть я вам уже говорил что когда ехал туда я ехал сторону батуми и я проехал вот здесь прямо вот так а сейчас я наоборот возвращаюсь через горы и как раз вот покажу вам дорогу дорога вот такая вот узенько асфальт хороший но узкая дорога и по сути там вот только кпп и вот это вот деревенька вали и там несколько заправок возле кпп есть хорошие заправки прям возле самого кпп а валит ну там так себе заправка я бы не стал заправляться и валюту можно поменять тоже вот прям возле кпп ну в общем в целом все прошло очень хорошо если не считать того что вот грузинские пограничники вот прям так с пристрастием может быть потому что нет потока машины им как бы скучно поэтому они хотят пообщаться и вот всякие разные вопросы задают ну вот типа такой заправки было в вали сразу видно что уже попал куда-то в такое снг такие вот здесь архитектура такая то есть отличается сразу видно что уже здесь христиане уже живут не мусульмане ну я не знаю как объяснить ну вот как-то это все отличается вот болгария тоже от турции отличается и грузия все вот какое-то такое отличие есть но здесь конечно же с приграничные города далекие таки здесь скромно люди живут но все равно занимаются и земледелием занимаются с российскими номера и машина и за мной тоже там очереди стояла с российскими номера и машина там когда вы подъезжаете квали со стороны грузии вы сначала должны подойти на паспортный контроль и потом вы только едете туда кишлакбаум уже у вас выпускают машину именно выпускают там сначала надо припарковаться такая стояночка есть рядом с кпп и вы там паркуетесь идете ставить паспорт печать со всеми пассажиры там выходят они идут отдельно и водитель потом проезжает вот ну все очень быстро очень быстро то есть если бы не вот эти пять лиры если бы не моя прическа то я думаю на все про все мне минут 10 бы наверное ушло бы максимум очень быстрый переход и он не работает вечером по моему грузинская сторона не работает вечером ну я в общем рекомендую намного лучше чем сарпи и пограничники намного лучше ну и вообще сама все по себе это он модернизированный ткпп он не работал несколько лет недавно и вот его только открыли вот здесь вот видеоконтроль и написано что камеры то есть 60 километров в час и по моему камеры на ремни смотрят сразу бросается в глаза что намного лучше здесь дороги в грузии покрытие хорошая но узкие дороги узкие дороги и серпантины в общем моя цель доехать как можно быстрее проехать верхний ларс и проехать кавказ потому что там в горах может быть снег может быть снег и может быть гололед а у меня летняя резина но у меня как бы она условно все сезонка но я знаю что это летняя резина то есть это резина она разработана для камней для острых она не мягкая то есть на ней можно зимой ездить конечно же и по льду и раньше мы ездили на летней резине на заднем приводе без abs и без всех этих систем вообще спокойно я учился вообще на жигули ездить и конечно же естественно мне без разницы какая там резина я на любой резине проеду потому что здесь 4 воды но все равно не хотелось бы рисковать вот здесь вот с левой стороны даже крепость какая то есть замок было бы интересно наверное вот это все посетить посмотреть если бы не надо было бы ехать быстрее и если было бы чуть-чуть потеплее потому что здесь прям весьма так прохладно и пасмурная такая погода и в общем короче говоря я буду ехать без остановок если доеду сегодня туда до верхнего ларса и где-то там остановлюсь то будет прям вообще очень хорошо вот здесь тоже вот заправка вот такие вот цены так 3 лари это по моему учета в районе одного доллара но это все равно меньше чем в турции то есть вы здесь можете залить топливо и заплатить меньше чем 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 в турции вы заплатить вот они мойки самообслуживание начинаются для этого кстати копеечки понадобятся у меня уже насобиралась копеечек со всех стран для этих моек и я буду надеяться что пройдет дождь помоет машину а потом на мойки там может быть в россии я уже по моему потому что у меня напилась пыль грязь на колеса и это чуть разбалансирует колеса то есть нужно и сразу видно видите машины джипы появились потому что в грузии растаможка очень мало стоит намного меньше чем в турции намного меньше чем у нас сейчас наших странах поэтому они могут себе позволить тут есть практически на любых машинах более-менее такой большой город возле границы ахалтики есть отели всякие разные естественно кафе и рестораны прям несколько отелей вот заправки приличные есть но цены примерно везде одинаковые и я думаю здесь есть есть обменник здесь можно поменять более выгодно но я честно говоря не люблю вот в таких местах искать парковку искать обменник и без интернета еще тем более очень много полицейских машин прям очень много в турции вообще полицейскую машину тяжело увидеть а здесь прям вот они едут одна за другой одна за другой не знаю чем это связано баржоми здесь совсем рядом плакат показывал сейчас 45 километров но вот такие дороги то есть турции здесь было по 4 полосы разделителей намного бы это как бы все шире было бы я как бы все конечно понимаю но вот между двумя большими городами ахалтики и боржоми вот короче говоря такая дорога и в общем так дорога стала пошире чуть-чуть 4 полосы также и между двумя большими городами я надеюсь что она будет такая большая широкая прям до боржоми а там от боржоми то уже до трассы до магистрали там совсем чуть-чуть останется и ну как бы если бы я ехал в турции между двумя большими но более-менее такие большие города там бы обязательно была бы какая-то и 400 и там ти 950 и она была вот такая широкая в принципе возможно это конечно из-за того что здесь просто выезд в город с города и сейчас в общем посмотрим вот эта тема версия дороги четырехполосная закончилась я честно говоря даже не удивлен потому что вот эти вот все страны постсоветские они между собой вот похожи мы также с вами будем ехать и по россии там будут такие узкие дороги и вот они прям идут вот максимально-максимально впритык машины к друг другу близко разделителя никакого нет и конечно же по таким дорогам ночью еще опаснее поэтому поэтому вы это начинаете понимать знаете вот когда привыкаете к чему-то хорошему когда видите кони прям на дороге когда вы попутешествуете покатаетесь по турции с ее широкими дорогами классными или где-нибудь там по европе там конечно в европе тоже не везде хорошие дороги видите прям до 20 скидывают и причем бывает такое что камера она как вот наши сергейки в казахстане висит прямо на ее прям не видно такая беленькая со вспышкой и бывает что без предупреждения прям камера стоит вот когда вы едете по турции там вас 10 раз предупредят что камера что радар что ограничение по скорости будет 10 знаков а здесь вот прям может быть просто я вам сейчас чуть позже может быть увижу просто камера стоит и неизвестно даже какое там ограничение по скорости ну возможно конечно это 60 потому что как бы я в населенном помните еду ну то есть быстро среагировать тяжело и то есть понять что как короче говоря здесь больше направлено на именно на то чтобы вот карать именно если в турции это все более как предупредительное то есть больше как-то чтобы люди понимали что действительно сейчас то есть как бы их могут оштрафовать то здесь как бы она замаскирована и все и вот штраф и потом только узнаете что был штраф кстати я всю турцию дважды проехал без единого штрафа и соответственно россии и казахстан тоже то есть это говорит о том что я как бы никогда никуда не спешу и смысла в этом особого нет и это лучше для машины и для безопасности и для моей безопасности и для безопасности окружающих здесь прям уже совсем осень началась вот они друзья появились эти газовые трубы которые как я не знаю как пельмо какое-то перед глазами во всех наших странах ну почему не закопать их вот где-то под землей на западе даже даже провода закапывают электрически почему у нас не могут закапывать вот я сколько проехал по турции почему у них за под землей это находится в наших странах во всех причем это вот так вот все перед глазами смотрите вот причем они вот здесь где-то закопали то есть она проходит проходит под землей а там наверху корова так бегают почему все таки да действительно не закапывают вот видите вот здесь землю она проходит под землю это газовая труба но здесь мостик такой и подняли я думаю что это все связано в наших странах с тем что но у нас люди просто могут раскопать эту трубу и под землей подключиться в резку нелегально сделать и как бы просто и к электричеству могут также подключиться и газу могут поэтому это все вот на виду вот так чтобы не санкционированных врезок не было все больше и больше людей с российскими номерами я думаю только но вот только вот такое у меня объяснение потому что я половину европы проехал всю турцию проехал я практически во всех городах турции было и нигде нет такого чтобы вот прям газ вот так вот проходил где-то по по ну по верху то есть наруже причем в некоторых местах он прям там на высоте двух двух с половиной метров очень много здесь населенных пунктов и конечно же никак не объехать не проехать приходится проезжать насквозь и много ограничений вот 40 50 60 и много камер вот иногда они вот так выглядят но это по моему просто камера которая как бы просто она наблюдает она не фиксирует а те они чуть-чуть побольше и рядом с ними канистры какие-то белые висят я не знаю для чего я даже не могу предположить зачем то есть туда ведут трубки а вот 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 друзья смотрите вот камера она фиксирует скорость и рядом какая-то белая канистра зачем она нужна я вообще даже представить не могу но вот эта скорость сто процентов фиксирует камера если знаете напишите пожалуйста в комментариях зачем они рядом с камерами повешали белые ганистры как будто по какие-то расширительные бачки вообще непонятно тоже такого нигде не встречал ну красивая конечно здесь природа нужно отметить и я так полагаю здесь очень вкусная еда будет кухня очень хорошая у них возле дорог тоже местные жители много продают уже хурму продают и я тогда покупал здесь голубику тоже очень мало платил и вино можно и чачу все что угодно здесь можно купить правда они продают это в пластиковых бутылках ни в коем случае нельзя алкоголь покупать даже самый-самый который бюджетный алкоголь который 3 копейки стоит его продают в стекле потому что алкоголь когда вступает реакцию с пластиком он становится ядовитым ну и куда ты пошла еще так посмотрела такими глазами как будто бы типа и чё вообще это моя дорога куда ты едешь река здесь красиво ну конечно в грузии очень красивая природа и это имеет место быть железная дорога тут тоже проходит друзья проезжаю город поршами легендарный и нужно отметить что здесь уже нет в обменниках не принимают лиру не покупают не продают турецкую поэтому я думаю я правильно сделал что я там и сразу продал рубли доллар евро да конечно пожалуйста доллар евро это вообще свободно конвертируемые валюты вы их можете в любой точке планеты всегда поменять поэтому чтобы не говорили там про загнивающий запад про то что доллар рухнет евро развалится вы можете приехать в любую точку планеты и в любом городочке даже вот таком небольшом как паршоми условно говоря спокойно план поменять сконвертировать либо доллар либо евро всегда чтобы не случилось в общем на первый взгляд такой небольшой уютненький городочек находится в ущелье между возле русского возле речки вот они опять эти камеры шпар это европейский супермаркет и то есть он вот так вот расходится по горам налево и направо но серые вот эти вот советские здания архитектура в общем мало чем отличается от наших городов и собственно курортный город ну приезжают сюда пить воду лечиться и так далее то есть город курорт такой санаторий до того что здесь высокогорье примерно 800 метров на турниров не моря и пасмурная погода уже все ходят в курточках 55 градусов по фаренгейту это около 20 по цельсию и собственно очень много камер в городе прям очень много буквально все увешали на каждом шагу и нарушить никак не получится вот они опять эти камеры и с одной стороны конечно это правильно какой смысл нарушать тем более здесь это насквозь проходит дорога она проходит здесь могут и дети пешеходы могут вообще все все кто угодно может быть поэтому конечно же здесь нет смысла гонять гусей такие здесь парки тоже прям возле дороги как бы но в общем имеет место быть прохладно достаточно прохладно а вот там прям все в облаках тучи либо это туман такое ощущение что я сейчас буду туда подъезжать потихонечку и там уже может быть даже и дождик пойдет вот практически я его уже проехал написано что контроль скорости 24 часа в сутки без остановки остановка автобус но в принципе все как у нас мало вообще чем отличается вот особенно алмата на тоже где-то вот так в горах находится и можно даже вот представить что это какой-нибудь алмарасан наш или еще что-нибудь типа это вот все мы проехали боржоми буквально за несколько минут за пять минут на сквозь маленький город небольшой и сюда можно приехать на поезде еще что не может не радовать ну и на автобусе тоже скорее всего тоже можно приехать ну я бы здесь остановился бы летом может быть пару дней бы погулял бы но сейчас мне кажется прохладно и плюс ко всему я хочу максимально быстро проехать проехать до верхнего ларса и проехать кавказ и уже где-нибудь там оказаться возле астрахани возле октау от рау возле моря уже и там уже будет можно будет расслабиться там уже можно будет спокойно уже ехать друзья давно я не встречал такого камаз по встречке грязные колеса едет дымит конечно в турции или где-то европе естественно такого не встретить это где-то вот только у нас в снг наших странах это да и вот опять эти камеры с банками вот для меня прям загадка целая зачем там это висит это банка там причем еще налита какая-то жидкость я не знаю зачем что она выполняет какую функцию в общем я проехал нормально так проехал мне до 240 километров осталось я сейчас уже выйду на магистраль здесь совсем рядом она периодически вот такие дороги попадаются сладками ну все равно в целом ехать можно я думаю в общем этот путь он намного лучше чем я бы поехал там по той границе не через арпи то есть здесь есть сарпи вали и одна еще туда дальше на восток на юг вернее пропускной пункт я не помню как он называется кицахин что-то типа этого в общем говорят там дорога вообще отвратительную то есть если там ехать то придется ехать туда правее и там через горы видимо там просто серпантин какой-то с очень плохим покрытием здесь я сейчас выскочу на магистрали не доезжая до тбилиси я уйду налево и все там верхний лаз в принципе грузия не такая большая страна я думаю ее как славению можно за один день проехать вот только попадаются знаки 50 так здесь военная часть какая-то вот хотел показать ответь экран едет камаз или сил очень много здесь советской техники старой и вот едет он и дымит еще у него там по моему колеса спущены вот эта стандартная процедура где-то вот у нас в алмате тоже так любят ездить грузовики дымить и почему в европе этого нет почему в турции нет почему там люди ездят и но не травят друг друга а потом удивляются почему люди болеют чем-то или еще что-то от вот этого всего от воздуха киды от вот этого от всего нервной жизни наконец-то я выехал на магистраль и 60 по моему она называется в общем по этой трассе я как раз таки ехал из тбилиси до но туда до моря до черного в сторону потом и я за один день доехал очень быстро там около 300 километров и что нужно отметить вот это одна из самых лучших дорог здесь в грузии это магистраль по евро стандартам она полностью построена с разделителем в некоторых местах даже есть освещение и питонное покрытие и в общем она не доделана там есть участки в некоторых местах где они еще не успели ее сделать и в общем я подозреваю что она будет платная когда ее закончат когда полностью ведут в эксплуатацию до конца мы не писали в комментариях что она будет бесплатно но я сомневаюсь потому что вот эту дорогу построить стоит очень много денег и я так подозреваю что ее построили китайцы они первое время будут собирать деньги за то что они построили плату будут взимать либо ну либо может быть заплатило правительство грузии может быть какая разница в любом случае деньги были потрачены и плюс ко всему большие деньги и еще нужно ее обслуживать будет ее нужно будет обслуживать освещать и чистить где-то ремонтировать где-то еще что-то делать это тоже стоит больших денег поэтому я конечно допускаю что она может быть бесплатно но я очень сильно удивлюсь потому что здесь очень много тоннелей построили ну и вообще большую колоссальную работу проделали здесь наверно около 400 500 километров полотна вот такого и где-то в турции да может быть бесплатно но здесь скорее всего будут взимать плату но честно говоря я бы с удовольствием платил бы лучше чем я объехал вот по таким дорогам по которым я сейчас ехал я так подозреваю что эта дорога она будет связывать именно может быть даже верхний ларс доведут ее до границы с россией до тбилиси и то есть кусочек доведут до под доме но самые основные вот такие места где люди больше всего ездят вот меня часто спрашивают сколько времени ехал даже иногда в турции встречаются люди которые говорят сколько ехал за сколько доехал в общем смотрите от алании до мерсена один день от мерсена до диар-бакира один день и от диар-бакира до границы с грузией тоже один день это там рядом с границы сегодня ночевал грузию я за один день проеду это 4 дня россию тоже надеюсь за один день проехать 5 дней и казахстан за пару дней ну в общем неделю неделю за неделю можно без напрягов проехать из алматы до алании до анталии может можно можно ускориться но это как бы не безопасно и можно ехать вдвоем но все равно это придется ехать ночью и я думаю за три за четыре дня можно доехать но я никому не рекомендую вообще так делать вообще нет в этом никакого смысла потому что там два-три дня можно сэкономить и попасть просто в ситуацию неприятную или вообще там какую-нибудь критическую поэтому закладывайте что один день туда один день обратно но я почти пять месяцев путешествую и как бы ну неделю туда неделю обратно полмесяца это на дорогу для меня потратить ну как бы нормально допустимо по турции я потратил один бак бензина я думаю грузия и россия тоже один бак это два бака и пару баков уйдет по казахстану ну грубо говоря четыре бака и самое мало стоит топлива в казахстане вот они опять и здесь тоже банки весят самое мало топлива стоит в казахстане я думаю я уложусь где-то 250 300 долларов по топливу остальное вы сами выбираете вы можете в палатке спать можете в машине спать можете хлеб есть с кефиром можете икру красную есть поэтому здесь как бы основной расход это топливо но топлива и масло то есть масло я менял сколько здесь три раза один раз в россии мне поменяли ребята бесплатно я у них купил второй раз в испании я сам поменял просто на два камня заехал и третий раз в кемере я заехал потом это масло стал там в в марине есть места где масло у лодочников принимают от фритюра и моторное масло принимают чтобы не загрязнять атмосферу можете в любой марине масло сдать то есть масло но это как бы расходный материал и бензин ну и фильтра они там копейки стоят очень мало то есть и за работу я никому ничего не платил в общем ну считайте где-то 500 долларов у меня туда обратно на бензин это стоимость авиабилета на одного человека но с багажом наверное да ну как бы я в машину могу сколько угодно загрузить и когда вы путешествуете на машине это совсем другое это не не то что ехать на самолете лететь то есть во первых вы можете останавливаться в любом месте где захотите во вторых можете маршрут себе выбирать третьих если вы путешествуете на машине это абсолютно совсем другое путешествие это не перелететь с точки а в ну и не знаю я считаю что это абсолютно вообще нормально и это интересно и и стоит это столько же сколько билет на самолет грубо говоря но еще учитывайте то что в любом случае есть вам как бы и дома нужно поэтому сходить в магазин там приготовить еду вы как бы и дома должны ну а допустим квартиру но если вы уезжаете надолго квартиру можете сдать в аренду или если допустим вы снимаете квартиру в своем городе какая разница где вы ее будете снимать в некоторых местах жить в отелях получается даже выгоднее чем жить в квартире потому что когда вы заезжаете в отель у вас нет коммунальных платежей у вас вообще никаких расходов абсолютно нет вы просто заходите и там вас как бы все вопросы за вас решают уборка и все 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 на свете абсолютно спокойно здесь 110 километров в час можно ехать вообще машина не напрягается помогает читает разметку сама разгоняется сама тормозит ветер дует периодически сильный и вот в такие моменты когда вы едете на высоком каком-то бусике в такие моменты конечно же лучше ехать на какой-то легковой машине которая пониже потому что бусик как бы и сдуть может и сопротивление больше от этого расход топлива больше то есть нюансов много когда вы едете на высокой машине ну вот 110 километров в час я в зоне в экономичной зоне иду если по прямой если в горочку чуть-чуть она начинает расходовать топливо но это все у меня допустимо потому что у меня расход топлива в районе 6 литров 7 литров на 100 километров сейчас я кондер не включаю машину тоже под разгрузил чуть-чуть все это допустимо и я вот в эти деньги которые я вам прогласил озвучил я в них укладываюсь то есть на спусках идет экономия топлива на подъемах чуть-чуть она начинает расходовать ну конечно же для гибрида лучше всего это когда примут такие перевалы вверх вниз вверх вниз вот я вот здесь где-то выехал я не знаю сколько там получается километров 150 наверное я проехала по такой дороге который типа там полосная которая там проселочная и в общем сейчас здесь наверно километров 100 будет до сюда автобан вот такой магистраль и потом вот это и сим 117 это тоже дорога там они ее частично строят в туннеле частично еще что-то делают и в общем там не везде хорошая где-то серпантин попадается и короче говоря там еще остается но навигация пишет что прям до верхнего ларса мне до 7 часов можно доехать но я думаю я где-то там рядом остановлюсь часов 6 потому что уже стемнеет и остальной путь завтра проделаю выехал на финишную прямую мне осталось ехать 130 километров ну непосредственно до кпп до верхнего ларса в общем треть если ехать вот так же как я ехал через вали треть пути вы проедете по автобану и оставшиеся вот вот по таким вот проселочным дорожкам двухполосным если здесь будет авария как сейчас на встречку была авария то все останавливается вся полоса и никак объехать и ограничения и камеры кстати я все долго думал 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 весь день сегодня полдня точно зачем они эти вешают банки у меня только одно объяснение что эти камеры очень сильно греются потому что они но фиксируют постоянно там короче говоря греются камерой и для того чтобы они не перекрывались возможно там какое-то такое шидкостное охлаждение типа какой-то антифриз там циркулирует и охлаждает эти камеры у меня единственное в общем объяснение этому но иначе я даже не знаю зачем просто они там висят решаю водохранилище вот вот это возле которого я останавливался летом возле которого я хотел заночевать конечно здесь совсем другая погода была и вообще совсем другая атмосфера еще друзья нужно отметить что очень много фур идет мне навстречу и попутных фур я думаю это связано все таки с тем что наверное временно остановили движение еще какое-то время будут пропускать проезжать фуры и ну потом уже все на зиму скорее всего закроют хотя я не знаю может быть и зимой будет ездить но перевал достаточно конечно тяжелый и дорога там такая на легковой машине то не так уж просто проехать а на фуре то вообще тяжело тем более если дорога будет скользко вот и вот для меня загадка как это такое вообще возможно что получается вот грузия в данном моменте в данном случае это вот единственное место верхний ларс где можно переехать но грубо говоря в данном регионе из европы но в россию россия такая гигантская страна и вообще там такое вообще горлышко бутылки в этот верхний ларс я вам показывал в прошлый раз но и сейчас тоже можно видно увидеть что здесь вот такая серпантинная дорога это еще нормально там будут вообще серпантин и такие что я даже не знаю на машине на легковой едешь и и когда и сухо и когда это и думаешь как-то как там проехать а если будет скользко или гололед или снег или еще что-то вообще не знаю как поэтому наверное все таки запустят через черное море корабль какой-то ну и потом поезд как-то еще должен ездить в общем не знаю для меня загадка почему только одна дорога она такая узенькая короче говоря не знаю возможно строят дорогу потому что там строят какую-то дорогу китайцы тоннели строят чуть позже будет такие облака красивые здесь проезжают а и вообще здесь конечно же осень уже вступает в свои права все деревья желтенькие и прям очень красиво тогда ехал да здесь как бы тоже классно было но когда вот деревья так меняют цвет еще и вот это вперемешку с дождем все с облаками это прям так эпично все выглядит когда происходит смена времени года такая пора особенно уже лето все 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 засыпает готовится зиме и такое настроение уже а там вот это ущелье собственно где я был где вот это вот церковь или храм большой и а имейте ввиду что вот здесь вот примерно 60 или 100 километров могут быть промежутки без заправки но минимум 60 поэтому всегда чтобы у вас топливо было хотя бы на 100 километров вперед а вот она эта крепость она норе и туда можно спуститься к речке вниз здесь вот есть отель парковка стоит 3 лари европейцев что ли научились ну хотя да здесь в горах сделать парковку здесь мало места о и она сейчас не так много там воды интересно почему замерзла что ли там было гораздо больше воды а сейчас как будто бы просто ел и все интересно вот 200 метров супермаркет впереди и 60 километров гадаури и назад это 20 километров то есть учтите вот промежуток главное вот магазин есть а заправки нет 8 километров промежуток и по серпантину порой бывает что расходуется топливо гораздо быстрее там где-то на тормозах придется спуститься поэтому сто сто пятьдесят километров запас у вас всегда должен быть а в казахстане там еще больше там в казахстане между некоторыми заправками по 200 по 250 километров и даже еще больше есть места поэтому всегда топливо нужно с собой желательно даже увозить конечно опасно но вот в этих наших странах конечно да приходится полный бак заливать вот свинья вышла погулять пожалуйста друзья я не знаю можете вы разглядеть или нет короче вон там где облака вот за этой горой там уже лежит снег ну и как бы это не удивительно потому что идет дождь здесь на высоте сейчас мы едем где-то здесь 700 метров примерно и мы сейчас туда будем подниматься там по-моему до двух с половиной тысяч даже будем подниматься и конечно же неудивительно что там может быть снег в общем я буду ехать до верхнего ларса потихонечку потихонечку вот тут мы едем вот так за фурой там эвакуатор везет машинки и я на круизе за ними потихонечку-потихонечку еду музычку слушаю в принципе машина очень сильно помогает вот вот свежий снег прям видно только вот выпал буквально недавно и конечно же фуры не смогут проехать поэтому скорее всего верхний ларс будет поэтому и фуры конечно же не смогут проехать если будет снег поэтому скорее всего верхний ларс будет закрыт от меня всегда удивляют вот такие вот люди которые торопятся жить в основном это вот армянские номера вот куда они несутся поворот скользкая дорога вечер уже но куда вы и вы не торопитесь а то успеете ребята вот ладно вы едете там допустим не переживайте себя не переживайте свою машину свое здоровье но помимо вас еще другие люди есть и кто-то может там зазеваться не успеть среагировать да вообще миллион всяких разных ситуаций бывают и вот они абсолютно вообще не держит дистанцию просто совсем вот впереди меня едет sequoia по-моему какой-то джип черный toyota и вот он держит дистанцию все едет как положено а вот этот вот автобус просто вклинился и вот он на расстоянии буквально нескольких метров но он же не успеет среагировать тут sequoia нажмет резко на тормоз и вот куда он заедет еще на такой скользкой дороге он может быть груженый и джип может гораздо быстрее остановиться него сейчас он прям все мечется мечется вот ему прям нужно обогнать и вот что самое интересное да друзья вот вот таких вот отморозков нет в этом в турции в европе тоже это большая редкость а вот в наших странах это вот вообще сколько угодно он еще будет фарить сигналить и вообще вот это называется отсутствие культуры вождения у водителей потому что ну я даже не знаю как это назвать в общем небезопасно это конечно же движение и честно говоря вот он может даже штраф получить за то что он дистанцию не держит за то что он обгоняет где он запрещен и ну ну штраф это на самом деле самое малое что он может получить потому что дорога то она не прощает ошибок и она штрафы не будет выписывать поэтому будьте пожалуйста осторожны вот он опять поворот туда и он понесся кого-то там обгонять сейчас он залезет ну вот вот ладно он легковую обогнал а фуру то вот как ему ему же тяжело у него же не хватает мощности и вот там я уже вижу затяжной поворот налево он даже не видит куда он едет и все равно ему нужно быстрее приехать вот если вот эти 100 километров 80 километров разделить на то время на сколько он будет приедет быстрее там буквально разница будет 5-7 минут ну максимум 10 на 10 минут он приедет раньше насколько он топливо сожгет сколько он будет раз рисковать поэтому не знаю откуда он знает вдруг там допустим где-то заморозки и скользкая дорога или еще что-то мне то ладно все это показывает машина меня будет машина предупреждать если температура станет отрицательной и у меня как бы тоже а он едет на этом автобусе там у него вообще ничего нет и невидимости ничего нет вон там снег уже лежит и мы сейчас доедем до такой высоты и я не удивлюсь что мы сегодня доедем до снега поэтому я сейчас уже буду ну я буду ехать пока едется потихоньку буду ехать максимально сколько получится если хорошее место попадется я не хочу прям вот так вот на дороге спать я хочу тоже в красивом месте спать вообще я конечно могу включить печку и спать в машине прямо на границе но я вообще при желании да если я сегодня захочу я могу теоретически даже границу сегодня пересечь потому что она круглосуточно работает и я могу ее пересечь но естественно я этого делать не буду потому что ночью во первых не будет видимости во вторых температура опустится друзья нам еще 70 километров ехать а здесь встали просто все фуры я не знаю с чем это связано это конечно может быть пробка 70 километров запросто а может быть просто они здесь место как бы нашли и ну отдыхают или еще что-то делают ну до верхнего ларса еще 73 километра ехать еще куда ури будет и так далее 70 километров пробка конечно тоже может быть но 70 километров как люди будут стоять для меня это загадка они прям не заканчиваются верениться это уже скач конечно не завидую я дальнобойщикам особенно вот люди есть здесь на камазах еще на каких-то старых машинах ладно у этих допустим там спальники есть там всякие разные печки и там кухни и даже стиральные машинки у кого-то есть они там в принципе и жить могут но вот остальным как быть это конечно же скач что и сказать скорее всего верхний ларс действительно закрыт для фур и поэтому они здесь уже стоят начинают стоять в очереди ну типа что наверное какую-то теплую погоду или еще что-то белорусские номера Армения Турция Белоруссия российские номера причем здесь всякие разные бочки есть и вообще все что угодно я думаю какие-то скоропортящиеся продукты есть и какие-то может быть медикаменты еще что-то там все что угодно может быть в этих фурах на самом деле какой-нибудь может быть клей который нужно срочно довести вот это самосвалы скорее всего сыпучие что-то везут но они вроде бы открытые а они могут быть здесь просто работают ну хотя какой смысл им в очереди так постоять и в общем капец и им некуда деваться то есть они должны попасть в Россию а другой дороги нет это просто жесть какая-то 70 километров пробка да я тогда ехал тоже была пробка но не такая большая из фур и сейчас здесь пробка и конечно дальнобойщикам очень-очень-очень тяжело в этом плане ну а с другой стороны небезопасно как бы их туда пускать если там кто-то улетит в Ураг или в Кувейт кто будет потом отвечать конечно же поэтому их не пускают почему не делают почему не делают дорогу какой-то туннель или мост или еще что-то я думаю это вполне возможно друзья оказывается полицейская машина просто их остановила и не пускают туда дальше потому что по всей видимости им там ну стоять негде видимо здесь какой-то типа такого отстойничка где им можно подождать и если там ну появится возможность то их пропустят но все равно очень много стояло машин и как бы ну да им здесь вот никак не припарковаться на обочине но если они съедут они могут не выехать потому что здесь грунт и ну они просто могут застрять перевернуться могут им нельзя здесь стоять а если они как бы станут на дорогу то мы не проедем в общем нюансы свои нюансы здесь и конечно же очень интересно с одной стороны с другой стороны и шоферов жалко и ну и все все до кучи строят друзья оказывается строят дорогу вот часть моста там туннель китайцы строят и ну будет здесь нормальная дорога а вот теперь вопрос они как бы здесь построят сделаю это со стороны России там ну там конечно не так прям чтобы прям такой серпантин там полегче чуть-чуть но там бы наверное тоже не помешало потому что как бы если они здесь снимут нагрузку то там в России то все равно людям как-то надо будет ехать и вся нагрузка туда перенесется поэтому конечно было бы хорошо чтобы они одновременно строили вот он уже снег здесь рукой подать теперь друзья нас тоже здесь притормозили вот Млета называется это место и сейчас туда вверх в гору пойдет серпантин крутой перед Гудаури и видимо там тоже реверсивное движение скорее всего и легковые машины тоже остановили а за окном уже между прочим 4 градуса всего лишь и это только полторы тысячи метров еще подниматься и подниматься там 2 или 2 500 даже я буду подниматься ну естественно там будет отрицательная температура поэтому мне нужно короче говоря искать место где поспать друзья оказывается там короче обвалился кусок дороги вот примерно как фуры стоят и там никак не могут две машины разъехаться и короче говоря капец здесь какой-то капец просто представьте в октябре здесь капец а что здесь будет в ноябре в декабре они же там на лыжах катаются в Годаури я сейчас стоял в правке пока читал отзывы про там про один апарт-отель и в общем люди бронируют чтобы приехать покататься а дорогу закрывают и получается люди не могут проехать никак то есть в отель а отель деньги не возвращает и короче здесь вообще жескач творится на этой дороге ну и вообще собственно в этой местности вот видите как они здесь есть это Россия домой видимо торопится 15 регион и в общем я даже не знаю что вам сказать я думаю что сюда уже в октябре даже в середине октября не стоит суваться ну может быть я конечно ошибаюсь но лучше конечно же вот этот участок дороги проехать по сухому чтобы не было дождей чтобы не было снега потому что чем выше сейчас мы поднимаемся тем сильнее как бы падает температура и если у меня уже сейчас за бортом 4 градуса то совсем скоро будет уже отрицательная температура и ноль вернее ноль потом отрицательная и как бы уже все замерзнет водичкой на дороге и как бы ну здесь есть находиться просто небезопасно вот поэтому я думаю я сейчас в Гадауре остановлюсь переночую и скорее всего завтра только поеду дальше и сейчас в любой момент вот эта вода которая на дороге она может в лед превратиться в октябре месяце вот поэтому когда едете кататься на лыжах в грузии имейте ввиду что ну в любой момент здесь как бы может снег идти несколько дней и в любой момент могут закрыть дорогу и как бы ну и все они в принципе и сейчас могут закрыть дорогу если какие-то заморозки или еще что-то будет они могут и сейчас в принципе закрыть дорогу поэтому я хочу именно вот этот рубеж как можно быстрее преодолеть поэтому я так торопился сегодня ну и вчера собственно потому что до меня дошло что здесь как бы холодно может быть видите коровы стоят на дороге но все равно нужно отдать должное полицейским очень много машин полицейских и они патрулируют прям сопровождают фуры и ну вообще здесь работу большую ведут полицейские не знаю что здесь будет ночью скорее всего они остановят все таки движение потому что ну сейчас как бы 6 часов а ночью могут быть заморозки поэтому ну здесь скорее всего будет перекрыто движение а еще если осадки то запросто этот снег может этот дождь может в снег превратиться все турепи вот начинаются вот эти вот все дома в которые вам предлагают вкладывать деньги типа горнолыжные курорты инвестиции еще что-то там все я вижу уже как бы крыши куда я еду крыши все в снегу я буквально вот пару дней назад был в Аланье 30 градусов температуры я купался в бассейне и здесь уже она отрицательная полторы тысячи километров тут сколько может аж еще меньше машина мне тоже сообщение выдала о том что как бы ну гололед салам алейкум и в общем высота 2100 метров вот там было написано сейчас на здании и по всей видимости еще будет выше завтра поэтому естественно никуда я дальше этого города не поеду я сейчас проехал одну единственную заправку ну которую здесь обнаружил и пустое табло было везде надеюсь мне топлива хватит у меня 80 километров показывает а 50 километров до верхнего ларса и ну там как бы рядом заправка но не знаю сколько там придется стоять греться да и вообще по серпантину как бы расход больше потому что у меня здесь будет до верхнего ларса в основном только подъем в общем сейчас я тут один нашел отель в букинге за 800 лир это примерно там где-то 30 долларов чуть меньше да в районе 30 долларов вот машина вся в снегу пожалуйста вот он как бы падает тает но что будет ночью я вообще не знаю даже потому что вот там полностью прямо по курсу у меня гора она вся в снегу но это наверное типа как наш чембулак может чуть-чуть ниже и все в снегу середина октября друзья вон они банки свои с мертвым побросали в общем погода ненастная погода и поэтому я хочу это все побыстрее проехать как можно быстрее сегодня я провел ночь в Кудаури вот середина октября пожалуйста облака идет снег утром зимой снег шел там машину по-моему моим завалило снегом надо будет часть чистить много снега выпало ну дорога как бы мокрая ну я думаю потихоньку можно ехать но была ночью отрицательная температура поэтому делайте выводы сами это Гудаури Гадаури или Гудаури вот кстати отель в котором я остановился 28 долларов стоит здесь проживание ну отельчик относительно чистый такой самое главное это то что батарея и то что здесь тепло и санузел тоже горячая вода вот эта тоже штучка хорошо грела 19 октября вот такая вот здесь ситуация на перевале Гадаури или Гудаури так сейчас такое ощущение что там чуть чуть дальше у меня будут еще заправки я по крайней мере на это очень сильно надеюсь потому что у меня на 7 километров всего лишь топливо осталось в принципе мне как бы хватит и до верхнего ларса но я не люблю вот эти вот красные лампочки вот такие вот строят здесь строят честно говоря кто на что гораст потому что я думаю здесь это особо никак не контролируется и вот эта гостиница в которой я ночевал у ребят в Индии у них там и трещины на стенах и так далее и тому подобное поэтому я думаю здесь особо это никак не контролируется вот и собственно внешний вид тоже никак это не контролируется вот видите всю ночь вчера весь день по-моему ну по крайней мере весь вечер шел снег и они в некоторых местах да насыпали и ночью была отрицательная температура сейчас около нуля утром так сколько сейчас ну сейчас в районе 10 часов и вот что самое интересное что вот здесь вот дороги порой бывают такие узкие на самом деле этой дороге около 200 лет ее строили советские военные короче говоря очень старая она эта дорога 200 или 100 я не помню вчера ночью уже читал засыпал и очень старая она короче говоря здесь строят сейчас китайцы современную дорогу с туннелями и что самое интересное они хотели здесь делать плотины дамбы и они хотели здесь трамвай пустить я не знаю как они хотели это сделать но в общем должен был здесь трамвай ходить и он должен был питаться от этих дамб от гидроэлектростанций да ладно серьезно а это вот 15 регион вот они торопятся жить всегда вот им надо всегда быстрее проехать мне он посигналил или кому крейдер тут ездит они крейдером чистят снег у них все легко и просто суровые челябинские мы проезжали в прошлом году вот такие вот туннельчики и мне сказали что вот эти туннельчики они были летом закрыты и короче говоря лето зимой когда много снега они их открывают чтобы можно было по ним ездить сейчас посмотрим на самом деле мне там набирать и набирать еще высоту ну не сильно много но все равно придется набрать и я думаю там будет снег сейчас посмотрим перевал я сейчас проехал ну вот сами можете посмотреть сколько здесь снега у меня вся машина была в снегу но он такой он не примерз он такой мокрый снег и вот эту дорогу этот перевал тоже чистили ну и вот фуры едут фуры едут значит пункт пропуска открыт и собственно даже для фур открыт поэтому я думаю я проеду возможно будет очередь скорее всего потому что фуры вот нейтральной полосе там у них вообще засада и там они наверное медленно будут проезжать двигаться вот но самое главное что я проеду к счастью у меня есть подогрев руля подогрев щеток и все работает очень четко у снега очень много вот вот эти вот проезды туннели они открывают их зимой когда здесь на опасном вот этом повороте засыпают все снегом там то в туннеле сухо и через туннель аккуратненько едут либо здесь может быть какая-то лавина или еще что то то есть вот на этом повороте не могут проехать машины поэтому они проезжают там через этот туннельчик потому что там нет снега ну это типа как крыша ну сейчас пока там никто не ездит по-моему хотя при желании можно туда заехать я думаю ну вот две где-то 300 две 400 одна из самых высоких точек там сейчас где мост дружбы арка дружбы там тоже наверное сейчас будет высота ну в общем посмотрим пока еду нормально в принципе я бы и вчера вечером до сюда мог бы доехать просто гостиницы уже будут туда дальше где Степан Сминда и так далее но я отдохнул хорошо покушал в принципе я не жалею вообще нисколько то что я остановился сейчас 10 часов я думаю я после обеда уже буду в России или может быть даже в обед такое реверсивное движение друзья так же было когда я поднимался с другой стороны перевала и вот здесь тоже видимо либо обрушилась либо они уже понимают что она обрушится и поэтому укрепляют ну вот по крайней мере два таких участка на сегодняшний день есть я не думаю что они быстро смогут эту стену залить это засыпать с такой погодой чуть чуть ниже спустились и здесь уже вообще нет снега но дорога вообще крайне беспредельная вот там где я сейчас вам показывал реверсивное движение там короче фуры вон там начали лезть навстречку друг другу обгонять и то есть как бы мы едем это ладно я по обочине могу проехать объехать там а они вылезли навстречку и получается не могут проехать люди которых пускают чья очередь настала потому что ну вот с одной стороны фуры и навстречку тоже фуры залезли для чего-то непонятно для чего и вот приходится в таких местах объезжать по обочине но обочина здесь сами видите какая с камнями и вообще туда опасно тоже залазить потому что здесь глина может быть в общем веселое место друзья очень веселое и ну конечно это определенно рубеж я его сегодня преодолею и уже будет там попроще потом ну я по крайней мере надеюсь там у меня еще возле каспия 60 километров бездорожья там говорят грунт проще ехать по полю чем по этой дороге ну а здесь уже теплее почему-то вот в этом ущелье вот это место я не знаю долина как это назвать здесь даже все знаки отменили и вот это вот как раз таки следы стройки как следы как китайцы здесь строят дорогу туннели строят все такое да они вот здесь раскидали все свои причиндалы и по-моему здесь есть парковка для тех кто приезжает кататься на лыжах они здесь паркуют машины и поднимаются на фуникулёре потом уже дальше кататься Коби это место называется дорога опасная но очень красивая прям просто невероятная красоты конечно здесь природа и вот опять начинается пробка видимо перед перевалом как и перед Гадаури то же самое было и вот я там ехал три минуты была пробка или даже чуть больше и вот здесь тоже видимо полицейские нашли место где можно припарковать фуры грузовые машины и вот навстречу тоже едут по опочине в общем здесь такое движение конечно хаотичное В Турции вы, естественно, такого не встретите, и после того, как я там прожил, сколько месяцев, и в Европе тоже, ну, немного удивительно вот это все видеть, я, конечно, понимаю, что это наша реальность, реальность СНГ, и здесь выживает сильнейший, он, орел летает, ищет жертву. И, собственно, здесь тоже вот такая вот пробка, ну, они все проедут, эти люди, я, честно говоря, там, когда встретил все эти машины, думал то, что, капец, пробка началась отсюда, а здесь, ну, 27 километров остается, ну, как бы там машины стоят, и вот здесь стоят, только на мосту не стоят. Видимо, на мосту запрещено останавливаться, тем более фуром. Вот. Такие здесь дела. Да, и вот вереница прямо туда уходит, и уходит, и, ну, как бы они не заканчиваются. Я думаю, их группами пропускают, то есть открывается, какая-то группа проезжает и так далее. Да, друзья, посмотрите там, какая красота, прям облака в ущелье. Ну, что-то невероятное такое. Сейчас, если место будет, остановлюсь, сделаю для вас фотографию. Да, да, невероятной красоты здесь, конечно. Пейзажи и горы, вот эти все скалы, они сейчас еще все в снегу. Вот это вот черный камень в перемешку с белым снегом, с желтыми листьями. И я вот здесь ночевал, вот в этом отеле Тарниса. Кстати, можно было, наверное, даже досюда доехать, и совсем чуть-чуть здесь. И здесь потеплее было бы. Но уже вчера как бы была ночь, и я поэтому подумал, что, наверное, я не полезу сюда. Ну, я думаю, я правильно сделал. В принципе, я там немного заплатил. Очень много азиатов, либо китайцев, либо корейцев, либо японцев. Так сложно разобрать. Но они прям любят. И прям они берут джипы в аренду. И вот рядом с Сиони, если с той стороны, с той стороны Тбилиси, едете. С правой стороны вот этот вот отель, который мне понравился в прошлый раз. И прям очень много. Они прям останавливают так машину. Я думаю, это китайцы, потому что они такие беспредельщики. Останавливают прям машину. Там что-то ищут, куда им ехать. Там навигации что-то ковыряются в телефоне. И коров фотографируют. Как будто у них коров в Китае нет. Посмотрите, какая красота, друзья. Как будто тонет все в облаках. Но это да, это вот приехать как-то после дождя или во время дождя. И такое можно увидеть. Я такое встречал только во Франции, в Шамани. Там тоже вот такие горы красивые. Поля, луга. Там, конечно, архитруктура чуть-чуть другая. Но все равно очень красиво. Видите, плюсы? Путешествия в дождь тоже есть. Но если бы я ехал бы ночью, конечно, бы это все я вчера проехал бы. И вот люди, которые торопятся жить, они вот так вот несутся и вот этой вот красоты не видят. А это прям очень красиво. Завораживает. Друзья, у меня такое ощущение, что мы прямо сейчас вот в эти облака вот так заедем. И нет заправок. А, вот есть заправка. Вроде бы. Мне надо там хотя бы чуть-чуть бензина залить. Въезжаю в туман. И стоит Казбеки. Короче, к счастью, была здесь заправка. Я заправился. 50 литров. До России хватит. А в России я там уже буду заливать топливо, наверное, получше будет. И цены получше будут. Вот поэтому, ну, на 170 километров мне хватит. На 180. И в принципе нормально. Вот. Ну, самое главное, что заправка есть. И сейчас местные тоже удивились, что у меня снег на машине. И говорят, где снег, откуда снег. Я говорю, у Гадаури. Они говорят, а, ну, наверное, растает. Я говорю, ночью там стоял, ночевал. 17-18 примерно километров. От КПП. Верхний Ларс находится. Это заправка. И когда едете со стороны России, заливайте прямо возле границы полный бак прям под горлышко. И когда из Грузии едете в Турцию, тоже желательно полный бак прям. Ну, вы так чуть-чуть хотя бы, но сэкономите топливо. И как бы деньги сэкономите на топливо. Сказали, что не должно быть пробки. Сейчас проверим. Вот здесь газ еще можно заправить. Степан Сминь, да. Кстати, вот в этой Степан Сминде тоже, по-моему, были заправки в прошлый раз. Не помню. Ну, вот здесь есть обменник, по крайней мере. Рубли меняют, евро, доллары, как всегда. Я сейчас все Ларис дал на заправки свои, чтобы не везти их через границу туда, в Россию. Потому что там как бы они уже все мне не пригодятся. А на следующий раз я как бы лучше потом поменяю, когда поеду. Не знаю, когда я сюда уже поеду. Я все надеюсь, что через Черное море откроют паромное сообщение, пустят корабль. И, наверное, так будет гораздо проще. Ну, по крайней мере, снизят нагрузку на вот эту дорогу. А вот здесь в Степан Сминде тоже есть заправка. Даже поприличнее, чем там была. Ну, в общем, так или иначе, я себе заправил топливо. И вот здесь костевые дома. Повсюду камеры. Камеры вот с бачками. Интересно, они зимой тоже охлаждают. Центр Владикавказ. 15 километров остается. Сейчас вот эту Степан Сминду я проеду. И там будет еще жесткий такой серпантинчик. Жескач. Ну, и все, собственно. Граница с Россией. Да, вот это вот, как было здесь, перерыто. И дороги не было, когда я проезжал. И так оно до сих пор здесь стоит уже несколько месяцев. Я туда заехал тогда. Тоже удивился, что дорогу делают, и вот до сих пор они делают. Хотя уже сейчас зима на нас. Вот так вот выглядит здесь дорога, которую построили, я не помню, либо 100, либо 200 лет назад военные. Вернее, здесь была дорога, здесь как бы этот путь, маршрут, он очень древний. И даже древние греки описывают этот маршрут. И, собственно, вот как построили ее тогда давным-давно, здесь такая колоссальная работа была проделана. Вот эти все откосы, все вот эти вот укрепления, балконы, все-все-все вот это вот делалось, ну, давным-давно, очень-очень давно военными. И как бы до сих пор это все эксплуатируется. В Европе бы, конечно же, уже давным-давно эту дорогу бы закрыли бы. В Турции бы, скорее всего, тоже. Может быть, была бы дорога, но была бы альтернатива обязательно, где можно было бы объехать вот эти вот опаснейшие участки дороги. Потому что к скользкой дороге и к неадекватным водителям здесь еще камнепады, прибавляются вот эти все обрывы и так далее и тому подобное. Ну, и как бы сама по себе дорога уже очень старая. То есть у всего есть какой-то определенный срок, как сказать, годности, действия. В общем, сейчас, по-моему, мы спускаемся ниже или будем подниматься. Я точно не помню. Но вот в целом она где-то вот так будет 10-15 километров идти дорога. Такой серпантинчик жесткий. А там уже после границы уже будет проще. Я могу уже видеть КПП, нет никаких очередей. Такой же Хайландер, только серебристый цвет. В общем, друзья, минут за 10 или 15, наверное, я прошел границу грузинскую. Никаких личных вопросов, никаких досмотров. Вообще абсолютно ничего не было. Так, это, по-моему, стоянка. В общем, абсолютно спокойно проехал. Минут за 15, наверное. В общем, я прошел эту границу. Я сейчас в нейтральной зоне. Нет у них туалетов здесь. Нигде только биотуалеты там и все. Вот такие вот красоты. И что еще нужно отметить? Всего лишь 5 машин было передо мной. Там 2 поста, 4 человека работают. И они хотят еще открыть. То есть там будет 6 или 8 человек работать одновременно. И, конечно же, будут очень быстро пропускать людей. Но я проехал прям очень быстро. Когда была мобилизация, когда был сюда наплыв. Здесь я вам напоминаю, очереди месяцами люди стояли. В очередях. И вплоть до того, что даже машины кто-то продавал. Короче говоря, тут целая вообще инфраструктура была. Ну, сейчас как бы все спокойно. Тем более октябрь, видимо, не сезон еще. И поэтому я проехал. Вот таких темных тоннелей я вообще нигде в мире не видел. Вы сюда заезжаете, как будто бы просто, я не знаю, в пещеру какую-то. Но, по сути, как бы оно и есть. А еще, по-моему, вот эти камни, они никак не укреплены. То есть, по сути, в любой момент. Хотя, нет, там вроде бы есть укрепления сверху. Просто по бокам не укреплены. Ну, в общем, быстро я прошел. Я думаю, российскую я сейчас тоже быстро пройду. И все. Привет, Россия. Вот так вот бросают здесь машины. Не знаю, зачем. Их уже начали разбирать. В общем, же скач. Это нейтральная зона. То есть, это как бы не Россия еще и уже не Грузия. Поэтому там есть магазин беспошлиной торговли. То есть, вы можете купить алкоголь или какую-то косметику или еще что-то без налога. То есть, вы платить не будете. Потому что эта зона, она как бы не облагается налогом. Вот интересно, кто здесь дорогу делает. Здесь тоже вот так побросали машины. Прям вообще на бок. Шесть. Видимо, вывести эти машины стоит больше, чем... Ну, они оцениваются. Здесь тоже очень много машин. Машин брошенных, которые уже разбирать начали. Это, конечно, варварство. Так. Здесь особая разметка есть. Автобусы, грузовой транспорт, легковой транспорт. Грузовой транспорт Союза ЕС. Легковой транспорт. С самого правого мы едем. Самый правый ряд, самый крайний. Туалеты у них здесь только вот такие вот. Билотуалеты, синенькие. Ну, и то хорошо. Хоть и на этом спасибо. Потому что так иначе людям вообще некуда будет ходить. Мне, по-моему, сообщение пришло о том, что я уже в России. Да, здесь прямо возле российской границы прямо очень много туалетов. Пешком переходят, но пешком, по-моему, нельзя переходить, если я не ошибаюсь. А вот здесь уже, друзья мои, машин побольше. Причем прилично так побольше. Потому что там граница где-то только за поворотом. И я даже не знаю, сколько здесь мы будем стоять. Они еще вот здесь очень грамотно сделали. Вот такие вот тросики натянули. Со стойками. Чтобы никто не лез, то есть без очереди. Я так понимаю, здесь ехать сколько? Ну, наверное, уже чуть-чуть совсем. Да, 600 метров показывает ехать. И вот чтобы вот эти 600 метров, ну, грубо говоря, никто не лез без очереди. И фуры, чтобы в своей очереди стояли. Ну, и так далее. Главное, стояли-стояли все. И в какой-то момент резко поехали. Ну, я у него спросил. Он говорит, это вообще небольшая очередь. Сейчас, говорит, быстро проедем. Давайте посмотрим. Хорошо, что туалеты есть. И мусорные баки. Поэтому чисто здесь. Все, друзья. Я на территории Российской Федерации. Собственно, Нижний Ларс. Пробка из грузовых машин со стороны России. Такая приличная. И, короче говоря, за 40 минут я прошел лобби таможни. Я бы прошел бы намного быстрее, если бы не ремонт. Там на российском пункте пропуска капитальный ремонт у них идет. И там реконструкция. И, в общем, я думаю, они очень быстро будут работать и со стороны Грузии, и со стороны России. И там прям все четко у них так. Там достраивают, пристраивают. Короче, модернизируют. И я думаю, прям быстро машины будут проезжать. Поэтому немного я как бы задержался. А так, в принципе, я думаю, минут за 20 можно в обе границы пройти. Будет потом когда-то. Никаких лишних вопросов, в принципе, не задавали. Проехал, прошел. Со стороны Грузии вообще даже не заглядывали ко мне в машину. А с российской стороны так посмотрели, открыли окна, двери. Ну, один там с кем едешь, откуда едешь, куда едешь. Почему так много вещей. Ну, и, короче говоря, все. По сути, больше никаких вопросов не было. Все. 11 часов. Но это 11 часов, это уже российское время. В Грузии сейчас чуть больше. То есть я... У меня поменялось время здесь. Дорога здесь намного шире. И намного легче здесь ехать. Ну, как бы потому, что я еще спустился. То есть здесь высота как бы поменьше. И, собственно, здесь уже проще гораздо. Я сейчас буду ехать, даже не знаю как. Через Владикавказ. Потом мимо Грозного. Мимо Урус-Мартана. И Гудермес. И, короче говоря, вот так она меня ведет. Ведет-ведет возле Каспия. И Камызяк, и Астрахань. Я думаю, там где-то я переночую. В районе Астрахани. А завтра буду проходить уже российско-казахстанскую границу. И все, я дома. По плану сегодня 600 километров проехать. Пишет 8 часов. Не знаю, получится или нет. Но будет темнеть. В любом случае я буду искать место. У меня как бы есть интернет. К счастью, роуминг. И я думаю, мне нужно поменять сейчас валюту. Чтобы были хотя бы какие-то деньги. Потому что здесь не работают наши карты. У меня есть как бы вроде бы. Потому что здесь не работают наши казахстанские карты. И здесь как бы либо российские карты, либо наличные. Ну, наличные, естественно, рубли. Поэтому я думаю, во Владикавказе где-то я сейчас поменяю доллары. И потихоньку поеду. А там уже, я думаю, найду, где мне остановиться. Проехал я, значит, Владикавказ. Ну, вот уже выезжаю. В общем, здесь с валютой квест у них целый. Я сейчас заезжал в банк, в несколько банков. И в одних банках нет валюты. В других не работает. В третий банк заехал. Они говорят, вы должны быть нашим клиентом. Должны открыть счет, чтобы обменять валюту. И курс какой-то там евро, 1 евро 90 что ли. Что-то какой-то курс вообще. Ну, как бы рубль укрепился. Но совсем не очень курс. И, короче говоря, я плюнул. И не стал менять. А потом смотрю, у меня топлива мало. И, в общем, хорошо попался один парень адекватный на заправке. Я говорю, 20 долларов поменяй мне, пожалуйста. А то такая ситуация, топливо заканчивается. Ну, в общем, залил я. У меня сейчас на 500 километров топлива. Ехать мне 585. Я думаю, за 500 километров я найду, где еще поменять. Короче говоря, деньги. Может, в гостинице поменяю или еще где-нибудь. Ну, короче, нет обменных пунктов здесь. В этой части России. И только это в банках менять. И, собственно, ну, вот такие дела. Я сейчас вышел, посмотрел. У меня такая грязная машина. У меня ни в одной стране мира вот за это путешествие не была такая грязная машина. Ни в Европе, нигде. В Турции вообще, по-моему, машина чистится, когда вы едете по трассе. Ну, я думаю, это связано с почвой. А здесь прям пыльно-пыльно. Вот машина едет и прям вот пыль. Я сейчас еще продул фильтр. Он у меня прям тоже такой пыльный. Желательно, конечно, поменять его. Но как здесь поменять сейчас? Ни доллары, ни евро нигде не принимают. Видимо, решили в России сделать дедолларизацию. Ну, по сути, конечно, это правильно. Зачем она нужна, эта валюта? Хотите ехать там в путешествия, меняйте через банк и все. Везите с собой наличку. А, ну, приехали сюда, тоже нужно как-то где-то думать, как это. В общем, нормально. Все идет по плану вроде бы. Потихонечку поеду я в сторону Грозного. Дорога вроде бы хорошая. Это трасса, по-моему, И-117 или И-50. Что-то типа этого. Она вот как раз-таки это международная трасса. Она через Верхний Ларс идет и вот туда на Грозный. В общем, нормально все. Жить можно. Я думаю, завтра я уже в Казахстане буду. А там уже попроще. Еще, друзья, нужно отметить, что, конечно, приятно оказаться в стране, где вы можете вывески читать, где вы понимаете, вас понимают, и вы можете спокойно общаться с людьми. На самом деле это очень круто. Но я как бы и в Турции могу тоже общаться и на заправке, где угодно. Но здесь прям вообще везде. Все понимают. Вот такая вот трасса. Я так подозреваю, что это федеральная трасса, потому что четыре полосы и разделительная большая. И здесь можно нормально так разогнаться. Но все равно сразу чувствуется, что я где-то в СНГ. Уже такие и ландшафты здесь, и машины. Все равно земля черная, вот эта плодородная. Все равно уже не спутать с какими-то другими столбами вот эти стоят. Еще что-то. Чувствуется, конечно, чувствуется разница. Сейчас на выезде, на посту остановили полиция. Проверили все. Посмотрели внутри, в салоне. Посмотрели, попросили багажник открыть. Спросили, куда еду, зачем еду, как еду. И, в общем, отправили там. Тоже меня, видимо, зарегистрировали внутри другой полицейский. Ну и все, как бы документы проверили, и я поехал дальше. То есть у меня было такое на посту один раз. Когда я ехал как раз-таки вот тоже в Грузию, перед Владикавказом, с другой стороны, когда я ехал со Ставрополя, там у меня тоже самая такая же проверка была. Я думал, что я слишком тихо проезжал, из-за этого они меня решили остановить. Оказывается, нет. То есть у них здесь, видимо, вот в этом регионе обязательно идет фиксация именно с иностранными номерами. Хотя не знаю. Ну, в общем, четко все прошло быстро, и я еду дальше. Друзья, проезжаю город Грозный. Я проезжаю его получается со стороны, с южной стороны получается город Грозный. Там не вижу никаких высоких зданий, многоэтажек, еще что-то такого. Ну, туда еще как бы нужно проехать, вот где-то туда. Возможно, там еще дальше будет. В общем, местность здесь такая холмистая. горы только вот туда на на юг получается. В сторону Грузии. И все. А туда уже прямо там Каспийское море, вот Махачкала и Алхан-юрт. я только что проехал. Вот Грозный где-то должен быть вот по диагонали туда, налево. Я думаю, я его проеду только по краешку, потому что еще поста не было. У них здесь очень много постов. А, вот город воинской славы Грозный. Пожалуйста. Здесь появилась зелень. До этого я ехал, там было поменьше зелени. И нужно отметить, что с Владикавказа дорога, вот эта вот федеральная трасса бесплатная, очень хорошая. И покрытие очень хорошее, и она широкая, и по скорости тут тоже можно ехать. 110 км в час. В принципе, этого достаточно. И на мое удивление, прям здесь очень хорошая дорога. Вот я ехал там возле границы, вот это Орск, Оренбург, Волгоград, где-то вот там, там, ну, и там я жаловался на дороге, там вот таких трасс не было. Ну, были, но не так часто, как здесь. Возможно, конечно, это сейчас все где-нибудь в районе Кизляра закончится. Возможно. И где-нибудь в районе Астрахани, конечно же, уже, наверное, не будет, но все-таки я буду надеяться, что я проеду как можно больше. Вот периодически они скидывают, здесь сбрасывают скорость до 90 км в час. Это значит, либо светофор будет, либо, может быть, будет пост, либо еще что-то, и даже не знаю, что здесь будет. Возможно, ничего не будет. И просто нужно ехать 90, потому что вон там камера в углу. Вот. Но уже освещение появилось. Да, видимо, я вот по краешку, это такая, наверное, объездная обладная дорога. Возможно, увижу часть грозного. Сейчас посмотрим. Да, это, видимо, я просто уже въезжаю, подъезжаю к городу, поэтому они закинули скорость. Да, друзья, только что вот там возле поста я проехал дорогу уж, ну, уходила туда на Гурозное, а это вот такая объездная дорога, типа нашего Бакада, который, наконец-то, наверное, открыли уже в Алма-Ате в момент моего отсутствия. Ну, и вот, собственно, здесь дорога вот уже вот такая стала. двухполосная, ну, хотя бы, хотя бы такая и хотя бы, хотя бы есть тут хорошо, потому что сейчас там возле Атерау нам с вами предстоит вообще повеселиться. Может быть, это, конечно, кусочек такой просто из-за того, что мостик был, то есть вроде бы пошире, но все равно оно сужается. Да, скорее всего, всего лишь две полосы будет, но все равно классно. От Владикавказа до Грозного дорога хорошая, могу с уверенностью заявить. Даже вот от Нижнего Ларса будете ехать там, в принципе, исти хорошая дорога. Проезжаю город Гудермес. Здесь порой встречаются не просто тонированные полностью машины боковые, а еще и даже лобовое стекло у некоторых машин затонировано. здесь останавливают такси, не вызывают как бы через приложение везде уже сейчас во всем мире, а рукой останавливают. Вот я сейчас буквально только заехал в Гудермес, сразу увидел, наверное, машин пять, особенно Камри черные и полностью все затонированы, стекла затонированы, некоторые вообще даже без номеров ездят. и многие машины руко... многие люди машины останавливают такси рукой, то есть поднимают руку и, видимо, у них здесь нет такого там через приложение или еще что-то как-то. Руку подняли и поехали. Много шин, всяких разных дисков продают в этой части города. Ну, я буду проезжать насквозь, здесь, к сожалению, нет объездной дороги. Возможно, она была как-то в сторону Махачкалы там поехать. В общем, Google и другие посовещались и, короче говоря, меня отправили вот так вот. По сути, здесь других вариантов не было, либо вот там делать клюк в сторону Махачкалы, в сторону Каспия, либо можно вот через горы проехать напрямую. Ну, надеюсь, так будет быстрее. В любом случае, я, скорее всего, не успею до Астрахани доехать, потому что уже полтретьего и навигация пишет, что я там буду только в девять. Еду уже возле Каспия. Очень много рыбы продают, всякая разная лещь, вовла там, еще что-то. В общем, трасса вот такая вот, я так понимаю, где-то здесь в районе двухсот километров, просто две полосочки, но хотя бы без ям, без выбоин и хотя бы хотя бы более-менее такая нормальная. В общем, мне надо доехать еще до Астрахани, 300 километров и уже примерно через пару часов стемнее, там мне надо 4 часа с половиной ехать. Но если я чуть-чуть ускорю, в 4 будет. В любом случае, я должен сейчас принять решение либо 2 часа ехать ночью по темноте, либо где-то искать место. Но здесь пустошь, прям вообще такая капитальная пустошь, наверное, как у нас, где-то в Казахстане, на западе, там, еще где-то. Вообще ничего нет, маленькие небольшие городочки, расстояние большие между какими-то заправками или еще чем-то и, собственно, ну, никакой инфраструктуры практически здесь нет. Это только вот в Астрахани, наверное, более-менее такой большой город, где можно остановиться более-менее в нормальном месте, прилично пламочевать. Ну, в целом я доволен вот этим путью, путь этот, который я проделал, сколько я, наверное, километров 400 сегодня проехал, 350, может быть. В принципе, дорога была хорошая, меня сейчас еще раз останавливали, какой-то опросник брали, типа, там, я служил в ВСУ, опросный лист был в Украине, не был в Украине, служил в ВСУ, не служил. Я говорю, да я в Казахстане, вообще, какой мне в ВСУ. Мне бы до дома доехать. Вот, а им тоже создали бюрократию, вот эту писанину, бумажки там писать. В любом случае, каждый человек там может все, что угодно сказать, просто со слов заполняется, поэтому не знаю. Наверное, чтобы им совсем скучно не было. в общем, они собирают информацию. Вот здесь степь, с правой стороны, вот там где-то Каспийское море. Кстати, Каспий, это, ну, не совсем море, оно по некоторым критериям соответствует море, там, по глубине, по солености, по размерам, еще по каким-то критериям, но оно не имеет выхода к океану и не сообщается. То есть, туда втекают, реки уходят, все, но оно не сообщается с другими морями, с другим океаном. Здесь уровень тоже такой же уровень моря, но это как бы закрытый водоем, поэтому это не совсем море. Вообще, древние греки, ну, в древности думали, что там какие-то есть подводные течения и оно под водой где-то соединяется с Черным морем. На самом деле это не так, ну, грубо говоря, это как бы водоем просто. Пустошь, вообще ничего нет, только вот влезут навстречку и все, пустота, как будто по Казахстану еду уже. Закат. Сейчас солнце сядет, мне нужно будет место искать для ночлега. Закат у меня сегодня какой-то сказочный прям. Давно таких красивых закатов не встречал. В общем, мне ехать еще 250 километров до Астрахани 3 часа с половиной и вот уже все темнеет. Дагестан, республика Чечня закончилась, республика Калмыкия. Я заезжаю. Калмыкия, мы с вами были уже, друзья, и вот в Чечне, в Дагестане наверное меня, я не знаю, раз 20 остановили, 15 точно. Проверяли все, машину полностью проверяли, проверяли по базам полностью вот эти вот, вот эта вот трасса с Астрахани до короче говоря туда, в сторону Грозного очень много раз останавливали, поэтому ну, имейте ввиду, что здесь прям на постах любят останавливать. Либо может быть в вечернее время суток, не знаю даже как это объяснить. Вот я тогда ехал в Орск-Оренбург в той части почти, я не знаю, там очень много я проехал и меня только один раз за все время остановили. Друзья, мой номер в городе Астрахань весьма приличный за 3000 рублей вид на речку это, Волга или еще что-то типа этого и прям большой такой здесь дворик с фонтаном. ну круто и все номера прям так выходят тоже интересно как будто какой-то такой европейский отель мне нравится цена хорошая причем здесь разницы нет один человек живет два человека живет транзитный отель вообще сам раз так раз раз